Девушки отдыхают Собаки, выполняющие по одному жесту хозяина сложные акробатические этюды или просто необычные команды, вызывают у зрителей нескрываемый восторг. Такое направление работы с собакой называется цирковая дрессировка. На первый взгляд она может показаться увлекательной и веселой игрой между хозяином и его питомцем. Именно так и должно это выглядеть со стороны. На самом же деле за этим стоят долгие тренировки и большое желание показать, на что способна собака. Впрочем, для большинства такое времяпрепровождение со своим четвероногим другом – настоящий праздник. А когда можно продемонстрировать свои умения и пообщаться с такими же энтузиастами, то это вообще большая радость. Недавно в Уфе прошло мероприятие, на котором все желающие могли продемонстрировать, чему они научили свою собаку. Сегодня у нас проходит конкурс цирковой дрессировки под названием «Весеннее обострение». Данный конкурс у нас проводится в Уфе впервые. Надеемся, что это начало и в дальнейшем мы не остановимся, участников будет все больше, поскольку это направление очень зрелищное, очень интересное, всегда собирает очень много зрителей. Как и на любом конкурсе, все участники оцениваются по определенным критериям. Люди с собаками у нас будут оцениваться несколькими судьями одновременно. По критериям это будет контакт с собакой, то, насколько собака действительно хочет работать со своим инструктором, своим проводником. Это набор команд, разнообразие команд, сложность их, насколько эта пара опять-таки будет смотреться вместе гармонично. Ну и там есть несколько штрафов – это лай в ринге, это потеря собаки, агрессия собаки. По данному параметру мы будем сегодня оценивать уступающих собачек вместе с их хозяевами. Кстати, такое увлекательное времяпрепровождение доступно абсолютно всем. Цирковой дрессировкой можно заниматься совершенно с любой собакой, как и с маленькой собакой, так и с большой собакой. Это не имеет никакого значения, порода тоже совершенно тут ни при чем. Можно и с дворняжкой прийти, можно и с породистой. Для того, чтобы заниматься своей собакой, порода никакого значения не имеет. Сама Надежда Отвесова занимается цирковой дрессировкой уже несколько лет, причем с абсолютно разными собаками. Ведь у нее дома живут английский кокер-спаниель «Ортик» и бордер-колли «Торин». Несмотря на разные размеры своих собак, в их тренировке особой разницы девушка не чувствует. Такого нету, что где-то легче. Дело в том, что, допустим, «Торин», он проще обучается, так скажем. С «Ортиком» есть, возможно, какие-то трюки сделать, которые с «Торином» я не смогу сделать в силу, допустим, его веса или еще чего-то. То есть, допустим, большие собаки тяжелые, как нюх, не могут прыгать, например, тяжело прыгать. Маленькие собаки более прыгучие. Но какие-то элементы с большой собакой будут намного зрелищнее смотреться, чем с маленькой. Если вы решите попробовать свои силы в цирковой дрессировке, то стоит помнить о том, что начинать нужно с самых простых элементов и правильного общения со своим питомцем. Начинать любое вообще занятие, не только в цирковой дрессировке, но и необходимо с контакта с собакой. То есть, собака должна хотеть работать. Если собака не хочет работать, то принудить делать трюки, ну, можно, но это будет максимум 2-3 трюка и некрасиво. То есть, по собаке будет видно, что она не хочет это делать. То есть, в цирковой дрессировке, в любой дрессировке сейчас приходит к тому, что собака должна хотеть именно работать. То есть, у нее должен быть драйв, у нее она должна красиво смотреться, поднятые уши, хвост. Тогда действительно пара смотрится красиво, и им всегда отдастся предпочтение, нежели паре, где собака зажатая, не хочет, я сделаю, лишь бы меня не наказали. Кстати, такое увлечение может не только разнообразить ваше общение со своей собакой, но и развлечь окружающих. С данными номерами у нас участники выступают на различных показательных выступлениях. Ездим в дома престарелых, в детские дома. Можно развлекать дома гостей. Кто-то развлекает детей на своих площадках во время занятий, прибегают дети, и такие бонифации получаются. Применение куча, чтобы было желание. Ну, в первую очередь, участники это делают не столько для кого-то, они это делают для себя, чтобы собака не сидела на диване. Ну, и обычно это нравится и собаке, и участнику. Вот это главное. Одна из участниц конкурса цирковой дрессировки, Анастасия Масальская, выступала сразу с двумя своими питомцами. Правда, в разных категориях. Один шестилетний, метис, его зовут Гомера, а второй Финчер, его для Бухер-Зенен-Кунт, ему почти два года. А сколько ты занимаешься дрессировкой именно, вот такой цирковой? Всегда. Сразу, да, как берешь собаку, чем раньше начнешь, тем лучше будет результат. У Гомера темперамент такой не очень рабочий, он спокойный очень, его разогнать сложновато. Да, и поэтому мы с ним нигде не выступали, а для новичков был критерий не выступать на публике ни разу. Вот у него не было опыта выступлений, поэтому он в новичках, а Финчер уже засветился, поэтому в прогрессе был. Заводной легче намного, потому что здесь собака иногда тебя пинает. Заводной легче намного, потому что здесь собака иногда тебя пинает. Заводной легче намного, потому что здесь собака иногда тебя пинает. Заводной легче намного, потому что здесь собака иногда тебя пинает. Так, стоп. Стоп. Как вообще весь номер придумывался? Это просто отдельный элемент, они как-то собрались. То есть есть фристайл с собакой, там есть сюжет от начала до конца, и это настоящий танец. А здесь нет никакого сюжета, и просто кое-как стилизовали разные трюки. То есть набор трюков кое-как собрали в один номер. То есть это никакой не фристайл, и здесь никакой логики искать не нужно. То есть это просто была обертка для номера? Да, да. То есть сначала он завернулся в одеяло, поспал, а потом мы его застрелили. Ну вот, нет логики. Какие трехи твоим собакам даются сложнее, а какие легче? Финчеру сложно, даются трюки там, где надо успокоиться, подумать. А Гомеру наоборот даются там, где надо прыгать, бегать. То есть собрать пирамидку для него прям очень легко. Я его, ну то есть там практически показала, что я хотела бы от него, и он сказал, да, это круто, я буду так делать. А вот прыгать ему тяжело, а Финчеру наоборот. Собрать пирамидку, он разносит ее по всему дому, и не может собрать никак. Пирамидку Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДмяTorzok ДимаTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Конкурс цирковой дрессировки – это увлекательное мероприятие, на котором собрались участники и их питомцы с совершенно разным уровнем подготовки. Посмотреть на остальные выступления вы сможете в следующем выпуске программы «Глазами животных». Продолжение следует...